Здравствуйте, друзья! Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Я надеюсь, для немногих из вас перенос лекций с четверга на сегодня вызвал затруднение. Спасибо, что пишете, что видно и слышно. Но, к сожалению, сегодня так получилось из-за переноса всяких занятий в университете. Итак, сегодня мы с вами займемся тем, что делать после того, как, грубо говоря, общая библиография собрана теми нехитрыми способами, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. И сегодня мы поговорим о том, куда смотреть вообще в первую очередь. Такой, знаете, немножко детский заход. Вот у тебя, малыш, тема, если к студенту обращаясь. И вот куда посмотреть в первую очередь, чтобы хоть какое-то представление о ней составить. Вот такой обычно задают вопросы наши студенты. И обычно мы им говорим следующее. Смотрите в базовые энциклопедии. Начиная с самых попсовых. Сегодня мы опять начнем с того, что можно почитать по-русски. И, к сожалению, как обычно, по-русски почитать практически нечего. Тем не менее, для того, чтобы создать первую ориентацию в теме, я молчу про Википедию. Потому что, естественно, со времен моего студенчества прошло много лет. И тогда, если Википедия нужна, то у меня лично интернет появился только на курсе на пятом, чтобы я мог в него куда-то заглядывать. И поэтому про Википедию я, может, еще и скажу пару слов. Тем более, что вы сами видите, что я активно ей пользуюсь, когда вам показываю какие-то вещи. Но, естественно, мы это оставляем пока в стороне. Куда смотреть в первую очередь? По-русски есть только одна приличная энциклопедия. Это энциклопедия, которая называется, простите, «Реальный словарь классических древностей». Сейчас, секунду, у меня какой-то сбой произошел. Сейчас один момент. Называется «Реальный словарь классических древностей» Фридриха Любкера. И про нее я, естественно, обязан сказать хотя бы несколько слов. Вот. Сейчас один момент. Кого-то еще впускаю. Про нее вы можете найти статью даже в русской Википедии. Ну, хотя бы потому, что этот реальный лексикон классической древности для гимназий Фридриха Любкера был издан по-русски. И это действительно, несмотря на то, что это гимназический, собственно, словарь, гимназический справочник, тем не менее, по сравнению с тем, что по-русски выходило потом, и по сравнению часто с тем, что написано в той же русской Вики, это действительно серьезная вещь, над которой трудилось очень много серьезных ученых, немецких в первую очередь, и которую переводили не менее серьезные ученые, российские. Вот просто можете посмотреть здесь, я надеюсь, видно. Это был перевод Общества классической филологии и педагогики. Вот. И издавался в четырех томах и однотомникам в 1885 году. И на многих кафтерах классической филологии этот однотомник можно до сих пор найти. В частности, например, на кафте древних языков и ствака МГУ. Он хоть и рассыпается и не чинится, тем не менее, существует. И, как видите, над этим переводом работали Вейсн, Гельб, Георгиевский, Зелинский, Модестов, многие другие. Тут, разумеется, не все перечислены. Павел Никитин и так далее. Вот. И он после уже революции, после советского периода переиздавался несколько раз. Здесь написано в современной издании словаря два издания. И оба они, на самом деле, не удовлетворительны. И есть еще одно издание, которое, может быть, вы видели. Оно выходило... Сейчас покажу, может, крупнее. Оно выходило в серии русского Вебстера вот в таком виде. На нем вообще не написано здесь на обложке, что это Любкер. Называется он иллюстрированный словарь античности. Но это, тем не менее, тот самый Любкер. И причем он более-менее прилично отредактирован. То есть видно, что над ним велась работа. Вот в таком анатомном виде. И, в отличие... Мне не очень нравится одно только то, что в Старом Добром Любкере все слова, относящиеся к теме, они написаны по-гречески и по-латыни. Здесь все переведено на русский. То есть полностью сделан русский словник. И просто вот от а до я. С картинками, если что. Вот. Я не проверял, есть ли все картинки, которые были в Добром Старом Любкере. Недавно, например, многие... Зато здесь появилась цветная вклеечка, значит, со всякими картиночками про античность. Вот. Несколько даже вклеек. По крайней мере, недавно ходила по социальным систем картинка из Старого Доброго Людкера с греческими названиями частей корабля. Да. Это вот в Старом Русском Людкере она есть. А в этом, честно говоря, не помню. Вот. И, естественно, куда студенту смотреть, в первую очередь, школьнику. Это именно сюда. Потому что все остальные словари, энциклопедии, связанные с античностью, в том числе переведенная с немецкого на русский книга под редакцией гидеровского филолога-классика Иншера, все равно подходит разве что для школьников младших классов. А реальный словарь классических древностей Фридриха Людкера – это реальный, хороший, единственный, приличный словарь по античности, который существует на русском языке до сих пор. И ничего лучше у нас нет. Понятное дело, ну, посмотрел я в Любкере, куда еще посмотреть в первую очередь. Если, например, о себе говорить, то, естественно, я посмотрю в Любкере, быстренько гляну, что там в русской вики и на других языках вики, которые я читаю. Потом обычно, ну, поскольку все читают по-английски, смотрят Oxford Classical Dictionary, OCD так называемый. Это хорошая попсовая энциклопедия. Вот, если она, естественно, как и Любкер, и вообще все вообще энциклопедии, справочники, о которых я сегодня буду говорить, это все есть в электронном виде в том или ином формате. Oxford Classical Dictionary, естественно, тоже в разных своих изводах такая базовая попсовая оксфордская книжка. Сейчас, не знаю, сейчас глянем. Так, сюда. Вот видите, у них она есть и на их Oxford Research Encyclopedias, и, собственно, вики тоже можете прочитать о ней. Последнее издание, которым пользуются, оно под редакцией Хорнблауэра. Насколько я знаю, такого очень приличного филолога-классика, чьи, например, комментарии к одной из книг Геродотов, желто-зеленой кембриджской серии, я вам очень рекомендую. Ну, и вообще он очень много сделал. Есть разные, значит, ее изводы, как видите, и электронная версия, и в онлайне на Oxford Research Encyclopedias. Не знаю насчет доступа вообще у нас, честно говоря, я все время пользовался PDF-ом, который у меня под рукой лежит. Тем не менее, все равно, если уж выбирать, то я в Oxford Classical лично смотрю вообще в последний момент. Потому что там информация реально совершенно минимальная, и скорее для, не знаю, для нулевого ознакомления, на мой взгляд, нужная. Что делать дальше, это уже, по крайней мере, мой путь, если опять перечислять, там, Любке, Oxford Classical Dictionary, потом я смотрю всегда находящуюся на моем рабочем столе Клайна Паули, о ней я поговорю дальше, и потом уже, может быть, посмотрю в Нойе Паули, и потом уже смотрю в Большую Паули, и после этого уже начинаю, собственно, собственную работу над этим. Почему такой путь, я еще чуть дальше объясню. Однако здесь я хотел бы прерваться, рассказывая про энциклопедии, и сделать маленькое отступление, которое на самом деле очень важное, а именно рассказать о двух базовых руководствах по классической филологии, которые существуют. Понятное дело, что во многих странах существуют свои руководства, но базовые, когда мы говорим о руководстве по классической филологии или о науке о классической древности, мы в первую очередь имеем в виду две книги. Одна из них называется Иван фон Мюллерс Перед вами тот самый Иван Филипп Эдуард Мюллер, который, собственно, как филолог-классик, может, мало вам известен, особенно если вы не трогали это руководство, не касались его руками, или не занимались, например, греческими медиками, такими как Гален, потому что он занимался критическим изданием текстов Галена в известной серии тогдашней. Но главная его роль, сам он был большую часть жизни профессором Эрлангенского университета, это не главная его роль в классической филологии, это то, что его имя написано просто на этом ханбухе. Вот. У меня под рукой, я не знаю, чтобы вам показать, один из выпусков, один из томов этого большого руководства. Вот. И здесь уже, к сожалению, прямо не написано так, а обычно на развороте, на левой стороне разворота прямо написано будет «Иван von Müller's Handbuch der klassischen Altertungswissenschaften». Здесь просто написано «Handbuch der Altertungswissenschaften, die berundet von Ivan von Müller, er weiter von Walter Otto, fortgeführt von Hermann Bengtsen». В данном случае это у меня второй том греческой грамматики Эдуарда Швицера. Но мы чуть подробнее сейчас поговорим об этом, я просто хочу открыть перед вами расписание, грубо говоря, этой работы. Изначально он назывался «Руководство по науке о классической древности в систематическом изложении». И основан он, собственно, основано это руководство и издание его Иваном фунт-мюлером в 1885 году. Из 1885-го вплоть до 1913-го он занимался этим сам. Потом этим занимался известный вам, наверное, как историк-классик Роберт фон Пельман, одна из книг которого есть в русском переводе. А потом им занимался Вальтер Отто и, наконец, Герман Бэнгстон. Нынешний издатель – это великий, не побоюсь этого слова, Ганс Юахим Герке, который один из самых больших историков-классиков Германии и долгое время директор Германского археологического института. Он, собственно, как историк. И Бернхард Циммерман, известный вам, наверное, по последнему изводу руководства по истории греческой литературы из этого руководства. Вот они двое и возглавляют. Два главных издателя – Ганс Юахим Герке и Бернхард Циммерман. Если хотите записать фамилию, я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы было видно, на что, собственно, я опираюсь. Вот, надеюсь, будет видно. Сейчас она загрузится, трансляция экрана. Издается это в издательстве БЭК в Минхене. Сейчас долго почему-то. У меня сегодня проблемы с интернетом, простите. Ну вот, вроде как, теперь должно быть видно. Вот, вы видите, картинка такая, очень такая, скажем так, символичная для нашего сегодняшнего занятия. Как видите, такие три стеллажика, объединенные вместе. И, собственно, это объединенная, самая базовая энциклопедия по классической древности Паули, в быту называемая Паули или Паули Виссова, любят некоторые говорить. В русской Википедии называется статья Паули Виссова. Я не знаю, я как студент был приучен назвать энциклопедию просто Паули. И с ней рядом находится вот это самое руководство по классической древности Ивана фон Нюллера. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Она состоит из 12 отделов, 12 аптайлунген. Каждый из которых, это не один какой-то том, да, вы видите, они называются довольно просто. Вводные и вспомогательные дисциплины. Называется первая аптайлунг, первая часть, первый отдел. Второй называется греческое и латинское языкознание. Третий, Древний Восток, греческая история, римская история. Четвертый, греческие древности, военные древности греков и римов. А затем пятый том, история философии, история математики и естественных наук, история религии. Шестой отдел, это руководство по археологии. Седьмой, история греческой литературы. Восьмой, история римской литературы. Девятый, история латинской литературы средневековья. Десятый, история права в древности. И, наконец, двенадцатый, это руководство по византинистике. Кроме того, поскольку эта серия продолжается, это вообще очень в немецком духе. Может быть, мы с вами говорили, что если у нас пишется какая-нибудь книжка, например, по греческому языку в наше время, то человек должен обязательно взять ее и написать сам. В результате часто получается, что у нас выпускаются учебники без корней. Как будто у нас до этого вообще никаких учебников не существовало. У нас не было никакой традиции педагогики. И вот пришел я, Вася Пупкин, я сейчас вам напишу учебник по греческому языку, чтобы вы все померли и только по нему занимались. И это довольно грустно на самом деле, потому что это типичная, по-моему, демонстрация того, что у нас культура какая-то беспамятная совершенно. Да, у нас был глобальный перерыв, разрыв ввиду большевистской революции и так далее. И Советский Союз всячески пытался заменить старые переводы на абсолютно новые. Не факт, что лучшие, далеко не лучшие. Заменить старые словари на новые, худшие и так далее. Понятно, что я, есть, естественно, это не все так, есть, естественно, исключения, но, тем не менее, это какая-то вот постоянно прерывистая беспамятная культура и, соответственно, беспамятная традиция, в кавычках. Вот, если немцы издают хороший учебник, например, по греческому языку, то они его будут переиздавать потом до конца времен. Например, до сих пор в Германии учатся по учебникам и грамматикам Кеги, о котором уже никто не знает, но там, который переписан 20 раз, но, тем не менее, на нем написана фамилия Кеги. И это правильно. Чуть дальше мы будем говорить сегодня об энциклопедии Пауле. И в Большой Пауле имя Паули сохраняется, хотя от Паули там, вероятно, не осталось вообще ни строчки. Хотя он изначально придумал эту энциклопедию. Тем не менее, немцам нравится этот проект, культуре нравится этот проект. Они его подхватывают как план и переиздают, полностью часто переписывают, но оставляют имя первого издателя на обложке. Так будет с Паули, с Реал энциклопедии. Так будет с историей литературы Шмиде Штейлина, которая на самом деле называется Хотя от самого Криста там, может, ничего уже и нет. Вот это, не знаю, внушает большое уважение. Хочется, чтобы это у нас тоже было. И к чему я все это говорю? Ну, в общем, к чему-то важному я все это говорю. Давайте посмотрим на тома, которые составляют это руководство. Да, по-русски есть некоторые. Например, я вам говорил, когда говорил про Фридриха Бласа, я говорил, что по-русски есть перевод его «Герминевтики и критики», которая была как раз издана в Иван фон Мюллерс «Хандбок де» «Классишен Альтетонс в США». Есть, кроме того, греческая эпиграфика Хинрикса, которую переводил Никитинский. Есть, возможно, еще какие-то кусочки. Сейчас я просто сходу не скажу, но давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, вводные исполагательные дисциплины. Вы видите, сколько книг уже в этой части. Начальные... Да, конечно, очень важный момент. Многие пособия, называющиеся одинаково, были переписаны несколько раз разными учеными. Это не значит, что неважно, и все, что написали в первом томе, там, например, вот этим вот Людвигом фон Ульрихом, Ульрихсом. Да, это совершенно неважно. Это тоже интересно, это важно читать. И в классической филологии редко что устаревает. И иногда ты не знаешь, откуда может взяться мысль интересная. Вот. И тут это никак, я не знаю, какой-нибудь физики. Это при физике лучше подскажут, что какая новая книга по какой-то теории полностью, значит, отменяет все старое. Совершенно не так. Все это имеет значение, и поэтому в приличных библиотеках это все стоит просто на полке. Будет стоять несколько греческих эпиграфик, например, греческие эпиграфики Хинрихса, греческие эпиграфики Ларфельда и так далее. Да, также, как и несколько историй филологии, потому что это все разные взгляды на одни и те же темы. И, как вы видите, вот Людвиг фон Ульрихс издал том первый, да, вводные и вспомогательные дисциплины, да. Собственно, основа и история филологии, герменефтика и критика, полиография, эпиграфика, хронология и метрология в 1886 году. Потом второе издание было расширенное, частично полностью переработанное в 1892. И здесь смотрите, опять же, какие разделы. История, кстати, классической филологии в этом руководстве до сих пор не появилась. Видите, написано здесь запланировано, но до сих пор не вышло. И я, честно говоря, не знаю, какая судьба ее ждет. Тем не менее, во втором руководстве по классической филологии, о котором мы сегодня будем говорить, есть вполне себе история филологии. В частности, на первом занятии мы говорили о гешисте деафилологии Великого Ульха фон Виламовица Мюллендорфа. В частности, она как раз вышла во втором издании в руководстве Герки Нордена, о котором я буду говорить чуть позже. Смотрите, Вольганг Шпейр, важнейшая работа 1971 года о подделках. Теодор Бирд, критика и герменефтика, и книжное дело в античности. Что касается греческой и латинской полиографии, то Вильгельм Шубарт, замечательный немецкий полиограф и папиролог, автор одного из, кстати, очень хороших пособий по греческой папирологии, в 1925 году издал греческую полиографию в этой серии. Латинская полиография Пауля Лемона, греческая эпиграфика Ларфельда, а до него была в этой серии, почему-то здесь не указана, греческая эпиграфика Хинрихса. Римская эпиграфика в этом руководстве еще не появилась до сих пор, что странно. Затем хронология и так далее, я не буду сейчас на этом среатачиваться, вы сами, в принципе, можете на досуге изучить план этого издания. На чем? Греческое и латинское языкознание. Карл Бругман, греческое и латинское языкознание, и у него здесь два тома. Греческая грамматика, потом в четвертом издании переработанная Альбертом Тумбом, замечательным классиком, специалистом по греческой диалектологии. Затем сюда же новая переработка Эдуарда Швицера, я сегодня как раз показывал. И это не значит, что Карл Бругман, такой вот типичный молодограмматик среди филологов-классиков и филолог-классик среди молодограмматиков, хочется сказать, не значит, что он совершенно устарел. Безусловно, это имеет ценность. Но, естественно, Эдуард Швицер в данном случае имеет преимущество, ну, в конце концов, хотя бы потому, что сравнительное языкознание не стояло на месте со времен Карла Бругмана. Вот, и Швицер – это базовая вещь, как бы это одна из лучших исторических грамматик греческого языка. И, как видите, вот у меня она стоит на полке, потому что невозможно без нее жить, на самом деле. Хотя, естественно, все это существует в электронном виде, практически все. По крайней мере, все, что мне нужно, друзья мои, у меня есть в том или ином виде. Смотрите, важная вещь – это Фридрих Штольц, латинская грамматика, так называемый Штольц-Шмальц, который потом был переработан, видите, Ману Лемоном, и Ману Лемоном издал, значит, латинская фонетика и морфология. Мне она как-то попала совершенно случайно в одной из академик книг на Мичуринском проспекте в Москве. Антон, не знаю, как произносить ее фамилию, Шанкир, латинский синтексис и стилистика. Эту книгу я бы очень хотел, на самом деле, а так только в библиотеках я ее видел. Затем сюда же относятся Фолькман и Глейдич, риторика и метрика греков и римлян, и многое чего другое. Как видите, по античной риторике тут есть несколько работ. Вот еще Йозеф Мартин, это переработка, собственно, старого Фолькмана и Глейдича. Затем Зикинг, греческая метрика 1993 года. И, наконец, такая одна из жемчужин вообще этого руководства. Это базовая грамматика латинского языка средневековья Петера Штопса. Это действительно мощнейшая штука. Я вам очень рекомендую, оказавшись в библиотеке, просто посмотреть, полистать ее и пожелать нашим медиевистам ее активно использовать. Третий том, греческая история, римская история. Я пропущу. Какие-то вещи были, по-моему, в русском переводе и до революции из этого аптайлунга. Кажется, даже вот Роберт Пельман там и был. Я могу ошибаться, меня, друзья, историки поправят. Четвертый отдел. Греческие государственные военные древности, древности, а также греков и римлян вообще в принципе. Это разделы, написанные, как видите, Георгом Бузельтом. Иван фон Мюллер, основатель серии, написал греческие частные и военные древности в 1893 году. Как видите, была запланирована переработка Вальтером Хатто Гроссом под названием «Частная жизнь греков в древности», но до сих пор не появилась. Такое бывает на самом деле. И другие тут пособия есть. Затем история философии. Ну, это мощная вещь. Из нее вы наверняка знаете про Целлера. Ой, да, по-моему, я могу ошибиться. Секунду. Нет, Вильгельм Виндельбанд, конечно. История античной философии в этом руководстве написана им. Базовая штука – это отто-группа в двух томах «Греческая мифология и история религии». Концептуально она всеми осуждается. Потому что там толкуются греческие, например, те же божества исключительно в каком-то таком стиле 19 века или в стиле истории религии Александра Меня. И концептуально это очень устаревшая вещь. Но все равно все пользуются, потому что это практически исчерпывающий кладезь ссылок на источники. Ссылки к какому-то культу, пожалуйста, отто-группы вашим услугам. Очень важная здесь работа Пауля Штенгеля о греческих религиозных древностях, сакральных древностях, просто не люблю слово сакральный, и сценические древности. Или, как это называет Латышев, богослужебные и сценические древности. Георг Виссова. Важнейшая работа по религии и культу у римлян. Несмотря на то, что она в каком-то смысле устарела, тем не менее все современные исследователи римской религии говорят, что именно она положила основу нынешнему концептуальному осмыслению в принципе религии римлян и в принципе религии древних вообще. Вот, пожалуйста, почитайте Джона Шайда или послушайте его лекции на сайте коллежды Франс, и вы сами поймете. Ее в принципе изложение, такой пересказ в советском духе есть в книжке Штайрман по социальной основе религии древнего Рима. Поэтому, пожалуйста, можете обратиться туда. Ее обработка Куртом Латте «Римская история религии» конечно важнейшая штука, но он концептуально, на мой взгляд и на взгляд многих коллег, не так силен был, как Виссова. Ну и, наконец, до сих пор не появилась древняя астрология магии и мантика в том, который должны были сделать Вильгелем Гунда или Самсон Айтром. Оба они уже давно умерли, и неизвестно, появится ли когда-нибудь эта книга. И если конкретно про эти темы поговорить, поговорим в другой раз, если захотите. Затем шестой раздел – это раздел по археологии. Я пропущу, потому что не археолог. Если вам интересно, сами можете ознакомиться. В любом случае, это база. Седьмой раздел, важнейший – это история греческой литературы. И вы видите здесь, вот как раз о чем я говорил. Помните, я говорил про Криста? Вильгелем фон Крист, «Geschichte der griechischen Literatur bis auf die Zeit justinians», история греческой литературы, литература де Justiniana, которую потом практически полностью переписали Шмид и Штеллен, но, тем не менее, она все равно, вот это уже ниже, 7.1, видите, и далее. Это все равно, оно будет называться «Krists Geschichte der griechischen Literatur», то есть история греческой литературы Криста, несмотря на то, что она переписана. Это, несмотря на то, что истории греческой литературы после этого появилось очень много, после Шмид и Штеллена, так и называется это обычно, ты смотрел Шмид и Штеллена? После Шмид и Штеллена у нас появилось несколько базовых, это и работа Диля, и работа по истории греческой литературы Альбина Лески, И, наконец, новые тома в этом руководстве, изданные Циммерманом. Если глянем, они описаны здесь. Да, вот они в конце описаны. Видите? Ханбудер грешен литературе антики. Руководство по греческой литературе античности. В трех томах, как видите. 11, 14 и 22. По крайней мере, за 11 и 14 год ПДФы ходили. Задовался, что говоря, не уверен. История римской литературы – это седьмой, восьмой раздел этого руководства. Тоже совершенно базовый. Базовую написал Мартин Шанс. Да, я забыл сказать про обе эти истории литературы. И Шанса, и Шмиде Штеллена. То, что в отличие от современных, более-менее находящихся под рукой истории литературы, в частности, например, истории римской литературы Михаила Георгиевича фон Альбрихта, который существует в русском переводе, в замечательном переводе «Любжина». Да, то, как верно заметил один раз мой коллега, замечательный московский филолог-классик, что на самом деле понятно, откуда вырастают некоторые проблемы в истории тех же литератур, гораздо лучше из старых вот этих пособий Шмиде Штеллена и Шанса Хозиуса, чем из современных историй литературы, в частности, замечательного и любимого мною коллеги, хорошо мне знакомого лично, Михаила фон Альбрихта. В общем, как видите, здесь много всего. Понятное дело, мы можем отдельно поговорить по истории литературы. Это далеко не все, что надо читать тем людям, которые специально занимаются именно этим, или вообще словесностью. Должны помнить, что в этих историях литературы не только фикшн, то есть там не только, я не знаю, стихи, романы и анекдоты. Это вообще, в принципе, словесность, потому что там философская литература, географическая литература, какая-то паралитературная традиция, как, например, комментарии или грамматические трагдаты. Это тоже литература. Просто мы обычно в более широком смысле это используем в нашей специальности и не пренебрегаем размышлять о, не знаю, стилистике, географических сочинениях. Девятый раздел – это история латинской литературы Средневековья. Карл Хрумбахер – история византийской литературы, потом переработанная Альбертом Эрхардом и Хайнрихом Гельцером. Затем Макс Манитиус – история латинской литературы Средневековья. Я с этими сочинениями конкретно не знаком, поэтому могу только на них указать. Естественно, все прочесть невозможно и интересоваться в равной степени всем довольно сложно с одинаковым глибиной, как вы сами понимаете. Десятый отдел – это история права. И обратите внимание, здесь все начинается вообще с Древнего Востока. История египетского права. Затем ничего до сих пор не появилось. Здесь мы все очень ждем, на самом деле, потому что греческое право – это важная вещь, особенно если вы также интересуетесь ораторской прозой, греческой, как и я, например. И нам приходится сном пользоваться, между прочим, английскими пособиями на эту тему. Но вот запланирована книга Эриха Бернакера «Грихшерекс гишихте», которая еще не появилась, но, надеюсь, появится. Понятное дело, по римскому праву очень много литературы. Когда я был студентом, нас всех отсылали книжки Покровского «История римского права». И, насколько я понимаю, до сих пор и сам отсылаю своих студентов к ней. Особенно, когда приходится читать того же Цицерона. Это очень важно. Двенадцатый раздел – это пособия по византинистике. И если вы византинист уже сами с ним возитесь, это не потому, что я презираю византинистику, потому что просто как византинист я, конечно, не византинист. Я только некоторыми работами из этого списка пользовался, по крайней мере, работами Херберта Хунгера «Дихох шпрахлихе по фаналите оттуда Бизантина». Это, конечно, невероятно полезная книга, очень важная. А так, слава богу, и по-русски есть что почитать. У нас и по-русски есть история византийской литературе Каждана и много других работ. Так что я больше распространяться об этом не буду. Опять же, вас отсылаю к этой статье в немецкой вики. Обратите внимание, что здесь немецкая вики еще чем полезна, что у них очень хорошо развит раздел вики-сорс. И если вы на нее тыкаете, вы многие тома просто обнаружите, ссылки на многие тома в интернете, в PDF-ах. И это очень удобно на самом деле. Поэтому если мне что-то нужно из немецкой части вообще мира, книжного, и я знаю, что это где-то должно быть в интернете, я в первую очередь смотрю вики, статью на интересующую меня тему или на интересующую персоналию. И там в вики-сорсах обычно очень хорошо все сделано, все ссылки на произведение данного автора, либо там по теме. Поэтому я вам очень рекомендую. Можем ради даже интереса кликнуть и посмотреть, что спокойно вы можете скачать в интернете прямо сейчас, если вам надо. Ну, пожалуйста. Прямо идет, прям по разделам основные вещи. Так что, пожалуйста, вперед и пользуйтесь. Если хотите, я могу, конечно, эти ссылки все кинуть в наш чат. Вот если вдруг вы их сами не найдете, в чем я сомневаюсь. Ну, если хотите, напишите. А я хочу перейти ко второму руководству. Обратите внимание, такого руководства, многие говорят, нет никакой филологии вообще, потому что это просто руководство размером со стеллаж, вот. И, в общем, совершенно базовая штука. Так, сейчас, секунду. Прошу прощения за заминку. Просто я положил себе, да, ссылочку и хочу ее под руку. Значит, а сейчас мы перейдем к другому руководству, который уже не занимает размер стеллажа или даже не занимает даже полки. Но, тем не менее, это очень хорошая штука. И, если хотите быстрый ввод, то, кроме, понятное дело, указанных мной еще в начале курса базовых пособий введения в греческую филологию под редакцией Несселерата или введения в латинскую филологию под редакцией Графа, которые являются, естественно, они короче, чем вот этот вот введение в науку о древности. Вот, тем не менее, быстрый ввод – это чуть-чуть более долгий ввод. А если совсем хотите надолго ввестись, то, пожалуйста, Ханбух Ивана фон Мюллера. Это очень классная штука, как и все, в принципе, все книги, о которых я говорил, издаваемая в народе просто называемая Герки Норден. А ты смотрел у Герки Нордена? В то время, как они работали в одном университете, если не ошибаюсь, сейчас могу ошибиться, в Геттингене, вот, они объединились в издании вот такого пособия по истории, по классической филологии. Вот. Герки Норден потом переехал в Берлин, Герки так, по-моему, и остался. В Геттингене. И просто обратите внимание на список фамилий тех людей, которые писали в нем базовые разделы. Это Юлиус Беллах, это Бета, Бикель, Де Сау, Хиллер фон Гертринген, Маас, Веломой Смеллендуров. То есть просто созвездия людей, которые писали для этого руководства. Теперь немного о самом руководстве. Я прошу прощения, что я сильно растекаюсь мыслью по древу. Если что, вы мне просто пишите, чтобы я вернулся к исходному. Вот. Но про это руководство хотел бы немножко поговорить. Сейчас один момент. В данном случае опять мне приходится пользоваться ссылкой вики-сорс немецкой Википедии. Прошу показать роспись разделов. Сейчас оно у вас тоже появится. Первые издания выходили с 1910-х годов. И, как видите, можно просто посмотреть, какие разделы. Первый том назывался «Методика, язык, метрика, греческая римская литература». И методику писал Альфред Герке. Эрих Бета и Пауль Вендланд писали греческую литературу. Норден и Вендланд – римскую. «Кречмер. Язык». Обращу, кстати, сразу внимание, что римская история, римская литература маленькая. Может, даже где-то у меня на полке стоящая. Да, действительно. Она просто очень много раз переиздавалась. У меня вот, например, обороченная в газету. «Римская литература» с приложением очерка «Латинская литература о древности к средневековью». Это пятое дополненное издание, изданное издательством Тойбнера в 1954 году. Это одна из лучших, тем не менее, очень кратких. Тут всего 200 страниц истории римской литературы. Но очень умно написанной. В таком стиле, знаете, как иногда бывают курсы по каким-то дисциплинам, которые поставлены проблемно. Вот эта самая проблемная история римской литературы. Очень остроумно, пронзительно написана, одновременно кратко. И поэтому я вам очень хочу порекомендовать римскую литературу Нордена. Ну и как вообще все, что написано Норденом, я вам очень рекомендую. Если хотите о нем знать больше, у меня на моем канале на YouTube есть видео про историю жизни и труды Эдуарда Нордена. Здесь не забуду, скину. Обратите внимание, про язык пишет великий Пауль Крэчмар. Я очень рекомендую вам его введение в историю греческого языка. Энс Бикель «Античная метрика». Том 2. Греческая частная жизнь греков и римлян. Греческое искусство. Греческая римская религия. История философии. Точные науки. Медицина. Медицина. Сам Герке здесь, видите, пишет историю и философию. Том 3. Это история греческая и римская. А также государственные древности. Тоже написанные великими людьми своего времени. И до сих пор важнейшими историками, филологами, классиками. Видите? Леман Гаупт. Юлиус Беллах. Бруно Кайль. Нойман. Третье издание потом выходило с 21 по 27. И оно было очень сильно переписано. Как видите, история филологии, написанная классической филологией Виламовицем. Знаменитая критика текста Пауля Мааса. В русском переводе можете найти в шестом томе журнала «Аристей». С моим предисловием о жизни Пауля Мааса. Ну, в общем, я даже не буду особо связываться. Просто видите эти имена. Что-то осталось за теми же авторами. Что-то переписано. Норден просто взял полностью, переписал свою римскую литературу. Которая в первом издании была написана совместно с Паулем Вендландом. Здесь уже полностью он сам. И, в общем, как видите, обычно это либо один, либо два тома таких больших. По-моему, один большой все-таки. Или два больших. Сейчас забыл. Но у нас в Институте Восточной Культуры Античности имеется. Если что, уточню. В любом случае, опять же, многое из этого вы можете спокойно скачать в сети интернет. Без всяких проблем. И спокойно изучать, читать и просвещаться. Вот что касается руководств. Понятно, что существуют свои тоже довольно большие руководства в других странах. Наверное, самые такие мощные у итальянцев. Но о них я не буду говорить. Буду говорить только о самом таком базовом, что именно без чего вообще нельзя и никто жить не может. А сейчас я обращусь к базовой энциклопедии. Помните, с этого я, собственно, начал. Так что я, так сказать, возвращаюсь. Итак, мы говорили о том, что отсылаем студента смотреть Любкера, Оксфорд Классикл Дикшнери. Потом, значит, Кляйна Пауле. Ну, а я должен сперва сказать немножко о самом Пауле. Значит, Пауле – это совершенно невероятная вещь, которой нет ни у кого нигде и никогда. И это просто действительно, как кто-то отзывался, совершенно невероятная энциклопедия, в которой представлено знание о какой-либо эпохе, в данном случае об античности, в едином массиве, в таком большом едином массиве информации. Она называется «Пауле с реал энциклопедии до классишен альтертум слесеншафт». Реальная энциклопедия Паули науки о классической древности. Сокращается. Чаще всего она просто с помощью двух букв «Р» и «Э». Хотя бывает и вот, видите, вот такое сокращение «ПВ» имеется в виду Паули Виссова. И она бывает, сразу скажу, что когда говорится конкретно о Пауле, то имеется в виду большая Паули. Вообще, Паули существует четыре штуки. Значит, первая Паули, которая называется вот в этой вике «Ур Паули», «Пра Паули», ее издавал, собственно, сам ее основатель Август Фридрих Паули. Ее основал в 1837 году и привлек туда множество ученых. И, кажется, сам до конца он не дожил и его издания, увидел не все тома, но обратите внимание, просто вот список тех людей, которые участвовали, значит, в исходном проекте. Это и вот Табель, и Бер, и Боемляйн, и Брунс. Ну, в общем, тут опять созвездия великих филологов-классиков. И это действительно уже шеститомный, а был большой проект. Чуть позже коллеги немецкие XIX века захотели продолжить ее, но проект как-то так не очень продолжился. Вплоть до 1890 года, если я не ошибаюсь, до 1893. В 1890 году Пау Виссова, тот самый, да, о котором мы сегодня говорили, как об историке римской религии, возглавил проект по всеобъемлющей энциклопедии по античности. И, как видите, она издавалась с 1893 по 1978 год. Вплоть до того момента, когда вышел последний том, который содержал индексы к этой энциклопедии. Это действительно фундамент, база просто. Поэтому, если, например, у нашего студента есть какая-то тема, и он по этой теме не прочел статью в энциклопедии Паули, но я лично отправляю на пересдачу или на сдачу на следующий год. Потому что первое, что должен сделать начинающий ученый и нормальный, это посмотреть, что по тому или иному поводу написано в Большой Пауле, так называемой Пауле Виссова. Потому что статьи в Пауле – это мини-монографии, иногда просто реальные монографии, в которых отложено все, собрано все, что до этого момента наука знает, и не просто знает, а какие проблемы стоят перед ней. Поэтому в каком-то смысле это вот итог. И поэтому многие статьи в ней же перерабатывались. И потом сразу хочу сказать, что к ней также присоединяются 13, кажется, дополнительных томов. И часто главная информация находится в статье по конкретному вопросу или по имени, именно в дополнительном томе. Так, например, именно во втором supplement band в дополнительном томе базовая статья Феликса Якоби о Геродоте, изложение которой и пересказ вы знаете по книге Соломона Яковлевича Лурье «Геродот». Это у нас в каком-то смысле есть Якоби в виде Лурье. Короче говоря, пройти мое энциклопедии – это и совершенно нельзя. И если раньше мы могли сделать студентам укор, ну, то есть могли их, как бы, мягко говоря, простить, что они могут не знать немецкого языка, то в наше время, ввиду того, что хотя бы существуют электронные переводчики, если у тебя в голове, как говорится, мозг, а не пудинг, то вполне можешь разобраться, что в этом машинном переводе нормально, а что не очень. Сейчас никакого извинения этот студент получить не может. Поэтому то, что написано в Пауле, просто должно быть прочитано, осознанно, осмысленно и вжито, так сказать, в работы студента и ученого. Понятное дело, что по многим вопросам информация может устаревать. Это естественно, потому что, опять же, по каким-то, скажем так, чисто литературным моментам, проблемам истории литературы, дискуссия длится, и она должна, как бы, находить отражение в справочной литературе. И, да, понятное дело, что археология сделала просто какие-то, не знаю, тысячемильные шаги в 20 веке, делали в 21 веке, и поэтому многие, понятно, статьи в каких-то смыслах устаревают, да. И для этого сперва был придуман инструмент в виде дополнительных томов, а потом уже, на самом деле, к концу, ну, когда уже проект закончился, в 1996 году была издана новая Паули, да, Дерноя Паули. У нее несколько моментов есть важных, я про них чуть-чуть скажу. Но, учитывая, вот смотрите, вот видите на фотографии, просто шкаф с этой энциклопедией, внизу еще положены тома старого первого про Паули. Довольно рано появился проект, еще до того, как энциклопедия большая дошла до конца, некоего маленького Паули, Кляйна Паули. Это Кляйна Паули, я, если у вас он на полке не стоит, а вы занимаетесь классической филологией, он просто обязательно должен стоять. Понятное дело, что он существует в электронном виде, но, в конце концов, его просто можно купить. Я уверен, что его можно купить даже в российском интернете. Вот, это и в самой Германии недорого, его постоянно переиздают, и стоят эти там, господи, сейчас погляжу, пять томов совершенно недорого, в принципе. А в букинистах еще дешевле, потому что их переиздают регулярно. Вот, и это реально такая энциклопедия, которую я лично вообще смотрю в нее первой. Вот, даже Любкера пропускаю, уж если, то есть беру Любкера, когда нужно каким-то моим студентам что-то быстро прочесть, а не сидеть переводить им. Вот. Так что Кляйна Паули, это классное визжение своего времени, она вышла с 1964 по 1975, а потом появилась вот эта самая Ноя Паули. Я немножко еще скажу, да, понятное дело, что вся Паули оцифрована. Она была оцифрована, на мой взгляд, первый раз вообще в России в нулевые годы, в начале нулевых. Уже тогда стали ходить CD-ромы с полностью оцифрованной в виде тифов, расставленных по алфавиту этой энциклопедии. И даже называют конкретные фамилии, кто это делал, я не буду озвучивать. Но если вам нужно быстро, понятное дело, что вы можете скачать в PDF, в DejaVue, в чем угодно на самом деле. В конце концов, вы можете просто зайти на страницу немецкой Вики, про эту энциклопедию, вот как здесь, опять же пролистнуть вниз и найти Wikisource. И здесь вы, в принципе, спокойно найдете. Тут есть и алфавитный поиск по Паули и так далее. Я не уверен, правда, что они полностью всю ее туда засунули. И там раньше, если статья была, то она сразу ее можно посмотреть либо прямо в скане, либо в уже распознанном тексте. Я лично стараюсь, если мне нужна статья, просто в PDF открыть, все распечатать, прочитать или как-то еще. Вот. Я хочу немножко сказать про Ноя Паули, потому что Ноя Паули, скажу честно, всех разочаровала. Естественно, ее сравнивают со старой Паули, но она действительно оставляет ощущение... То есть они пытались найти какой-то средний путь между маленькими статьями в Кляйне Паули и большими, грубо говоря, мини-монографиями в большой. В результате такое ощущение, что гора породила мышь, и часто статьи в Ноя Паули разочаровывают. И ты все равно лезешь в старую добрую. Или начинаешь искать где-то еще, потому что, слава богу, это не единственная энциклопедия, хотя это база. Вот. Тем не менее, у Ноя Паули есть определенные преимущества перед старой, потому что здесь, во-первых, она существует еще и по-английски. Издательство Бриль голландское, располагающееся в Лайдене, в своей... Во-первых, оно ее издало по-английски, полностью переведя. А кроме того, на их электронных ресурсах, на Бриль онлайн, вы можете спокойно любую статью из Ноя Паули прочитать или по-английски или по-немецки. Там оба языка доступны, и спокойно она там лежит. Вот. Это вот такой есть момент. Но хочу показать, что она немножко по-другому составлена. У них есть, смотрите, первые 12 томов – это только древность. Они посвящены конкретно античности. Вот. Вот они расписаны у вас тут по буквам. Смотрите, 13-е и 15-е тома – вот это важная уже вещь, потому что в Старой Пауле этого не было запланировано, и в Старой Пауле вы не найдете историю, например, классической филологии или историю рецепции классического наследия в современной культуре или там культуре нового времени, вообще европейской, посредневековой, постсредневековой и так далее. А здесь для этого существует целых раз, два, три, четыре, пять томов, как видите. Называется это Recepciones und Wissenschaftsgeschichte. Шестнадцатый том – это, понятное дело, всякие индексы и таблицы, но есть еще и дополнительные тома, которые тоже очень полезны. Как видите, да, вот видите, первый дополнительный том – это хронология, значит, царей, тиранов, архантов и так далее, древнего мира. Это очень важный указатель, очень полезный на самом деле. Затем, потом вторая история античных текстов авторов и словарь по произведениям античным. Третий, очень многие его любят, это исторический атлас древнего мира. Потом четвертый – это, собственно, индекс к томам с 13 по 15 про рецепцию и историю классической филологии. Пятый – это рецепция мифологии и античной мифологии в литературе, музыке и искусстве от Адама до Потсдама. Скажем так, шестой том конкретно – это уже история антиковедения, биографический словарь, очень полезный, под редакцией Петера Кульмана и Гельмута Шнайдера. Седьмой – рецепция в античной литературе. Восьмой – исторические образы античности, опять же, рецепция. Потом девятый, тоже очень важный том – это ренессансный гуманизм. Десятый – ранняя история Средиземноморья. Одиннадцатый – Византия, такое руководство небольшое. Двенадцатая – военная история греко-римской античности. Тринадцатая – восемнадцатый век. Это очень классная штука по рецепции античности, вообще по антиковедению в эпоху просвещения. И четырнадцатый том – это германцы и римская империя. Так что, на самом деле, Ноэ Паули имеет свои плюсы. И если многих разочаровывают вот эти первые двенадцать томов, которые касаются конкретно античности и оставляют чувство какой-то опустошенности иногда и растерянности, то остальные тома, безусловно, дополняют старую Паули и делают весь проект более цельным. Так что, вот, если кратко, я вот про Паули, наверное, закончу говорить. И я хочу сказать вам про еще несколько словарей, если у вас есть еще силы меня слушать. Вот. Которые, безусловно, дополнят то, что вы уже черпаете, почерпнули из этих старой Паули, Кляйной Паули, Нойе Паули и так далее. Да, надо мне нормально, у меня осталось тринадцать процентов заряда на лэптопе, поэтому я постараюсь быстро и, если что, я дополню в следующий раз. Да, заодно, может быть, у вас еще и вопросы, появятся дополнения, с удовольствием вас послушаю, вот, потому что хочется, чтобы наши занятия были, возможно, чуть-чуть более интерактивны, что ли. Значит, куда бы я еще полез после Паули? Я бы полез, естественно, сейчас, секунду, в реал лексикон фюр антике и крестентум. Этот проект долго, тоже был долгий, но он вроде бы закончился. Сейчас я покажу, как он выглядит. Ой, что-то не подкрывается, извиняюсь. Так, вот, он, реал лексикон фюр антике и крестентум. Да, это энциклопедия, которая как бы связывает языческую, в кавычках, очень не люблю это слово, и христианскую древность. Это не значит, что все там исключительно христианское. Это как раз очень немецкая энциклопедия, потому что, найдя статью даже про какую-то вещь, которую вы ассоциируете исключительно с христианством, там будет вам рассказано очень качественно, очень академично и важно, если вы еще тем более работаете над этим форшингом, что было до него. Это очень похоже на, знаете, часто пренебрегаемый моими коллегами богословский словарь Нового Завета под редакцией Киттеля. Да, казалось бы, это чисто словарь к Новому Завету, но ты его открываешь, находишь, например, там какое-нибудь слово даймон, и ты про этот даймон узнаешь все, что было до септуагинта, как это в септуагинте, что после септуагинта, что в Новом Завете, что потом в Талмуде. И это в каких-то смыслах, причем от этимологии и дальше. И это прекрасная история слова одновременно. То есть, если вы особенно занимаетесь этимологией какого-то слова, которое есть еще и в Новом Завете, то это просто фантастический словарь. И вот этот реал лексикон фурантики он кристентум это одна из таких штук, в которых не только понятное дело про слова, но и про все. Он собственно основан еще в 1935 году по инициативе Теодора Клаузера, Хельмата Круза, латиниста Яна Хендрика Вашенко, или как его произносить правильно, я не знаю, ну и так далее. Многие люди с ним были связаны, но основной его всплеск был, естественно, в послевоенные годы. И настоящая дата основания этой энциклопедии это 1950 год. Я не буду сейчас перечислять, видите, вот тут все издатели перечислены, содержание. Очень хорошее расписание томов по алфавиту. Вы можете найти в немецкой Вики. Кроме того, есть и один дополнительный том, изданных в 2001 году. Я очень рекомендую эту энциклопедию. Она реально очень классно дополняет то, что вы можете прочитать в Пауле. Вот. И в общем мои самые горячие рекомендации. Ребят, у меня действительно заканчивается почему-то электричество в лэптопе, поэтому я думаю, что я расскажу про энциклопедию в следующий раз. Я есть, наверное, может, пара минут на вопросы, если они срочные. Но если их нету, давайте на сегодня закончим и продолжим уже в четверг следующий, как обычно мы с вами и делаем. Есть ли вопросы, друзья? пока у меня не отрубился компьютер. Ну, если нету, тогда давайте до новых встреч. Рад был с вами встретиться сегодня и мне приятно про это рассказывать. Но если я слишком много говорю, вы мне тогда просто про это говорите. Я иногда не могу, ну, то есть улетаю, как вы сами знаете. Вот. Спасибо за внимание, друзья. До свидания. Спасибо большое. До свидания. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!